Здравствуйте, дорогие подписчики и уважаемые зрители! Ну вот, дорогие друзья, логический исход истории. Сыном Стаса и Пьехи набирает другой калинкорф. Сына Петю выписали из больницы, и он вновь дома в спокойной обстановке. Теперь давайте попробуем здраво рассудить ситуацию, которая произошла. Сегодня та женщина, которая изуродовала якобы сына Петю, Ирина Безбородова, сделала заявление, что во всем виноват только сын Стаса Пьехи. Дорогие друзья, ваш замечательный ребенок, сын, пошел гулять на улицу. Один, ну, семь лет это нормально. Пошел и напакостничал. Испортил другую вещь. Сознательно, несознательно, это другой вопрос. Бассейн стоит 300 тысяч рублей. Пацан взял карандаш, воткнул в него. Все, бассейна больше нет. Но в этом случае что должны сделать цивилизованные родители? Они должны выйти и отстлюнявить, отдать положенную сумму денег соседям за испорченную вещь. В том, что родные Стаса Пьехи, бабушка и деда Пьеха и дядя, обеспеченные люди, наверное, ни у кого не возникает сомнения. Но по непонятной причине, по какой непонятно, родные Стаса Пьехи это не делают. Более того, после того, как сын Петя испоганил бассейн, он заходит в чужой дом, подходит к годовалому ребенку, Ирина Безбородовой, и непонятно, что там делает. Ребенку один год. Вы представьте, к нему подходит 7-летний пацан. Для него 7-летний пацан это как дядя. Что сделает женщина, Ирина в данном случае, если к ее годовалому ребенку подходит 7-летний дядя, пацан? Ну, совсем непонятно, что Стас, Эдита, Пьеха, родные, близкие этого мальчика Петь, они что, не учат его, что в чужие дома заходить некрасиво, что это не положено, что так себя не ведут? Откуда у него такие замашки? Дорогие друзья, я не выступаю на все 100% за Ирину Безбородов. Но есть некоторые нюансы. Во-первых, до конца неизвестно, в какой ситуации покалечила ли она него, мальчика Петю. То ли мальчик Петя споткнулся. То есть ситуация травмы, возникновение травмы до сих пор неизвестна. Поэтому до конца осуждать Ирину Безбородову нельзя. Но факт, что родные мальчика Пети, родные Стаса Пьехи, виноваты как минимум на 50%, это факт 100%. Мальчик должен прекрасно знать, что чужое трогать нельзя. Что в чужие жилища заходить, пускай даже соседи, пускай даже близких соседей, нельзя. Ну а подходить к годовалым детям, это вообще знак запрета. Поэтому нечего бросаться в данный момент на Ирину Безбородову. А, наверное, стоит сделать небольшую паузу, выждать и подождать, как будет дальше разворачиваться ситуация. И что нам, скорее всего, будет в ней известно. Дорогие друзья, мы следим за развитием событий. Если вы хотите быть в курсе свежих новостей, подписывайтесь на наш канал. Увидимся!